Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара А32. Данную машинку выставили на продажу за RealMoney за 4 бакса. К сожалению, предложения показать не могу, поскольку играю через Wargaming Game Center. И здесь у меня видны предложения только за голду, либо за серебро. А за RealMoney посмотрю все свои предложения исключительно на портативных устройствах. Короче говоря, ребят, предложение выглядит следующим образом. За 4 бакса вам предлагают вот этого вот малыша 4 уровня, средний танчик Советского Союза. 14 дней према. Я на это, честно говоря, не сильно ведусь, не сильно клюю по одной простой причине, потому что мне и без према нормально живется. А даже если нужен прем, то периодически где-то как-то из каких-то контейнеров он выпадает. Поэтому ценность такая себе сомнительная, но возможно кому-то надо, кого-то заинтересует. Есть легендарный камуфляж, который меня абсолютно не впечатляет, потому что ну просто зеленка да и зеленка, ничего интересного, ничего веселого. 30 бустеров золотишки, вот это уже действительно прикольно. 30 бустеров по моим подсчетам при средних победах 50 на 50, 50 побед процентов, 50 процентов проигрыша, это 450 голды, потому что если вы будете играть на 10 левеле, то за проигрыш 10, за выигрыш 20, соответственно среднее у вас 15. Ну и соответственно 15 голдовых монет, умноженные на 30 бустерочков, получается 450 золота вы сможете поиметь с этого исключительно в среднике. Возможно и больше, но возможно меньше, если играете похуже. Есть X5, всего лишь 5 сертификатиков, но зато на все танчики. То есть на любом танчике можете катать, ну и соответственно поднимать больше опытом, возможно кому-то понадобится для прокачивания какой-то ветки. Есть открытое все оборудование, но на четвертом левеле как бы это оборудование, но я бы не сказал, что сильно дорого стоит и есть место в ангаре для того, чтобы малыша поставить. Обзор на машинку я уже делал и обязательно в конце видео вот здесь вот будет ссылочка на данный видосик, там где вы сможете заценить технические характеристики по машинке, ну и соответственно посмотреть дополнительные катки, если они вам интересны, что собой представляет соответственно машина в обычных рандомных боях. Сейчас просто выкатимся из ангара, просто сыграем каточку и посмотрим как машинка себя ведет, ну и соответственно как она себя чувствует. Я скажу свое субъективное впечатление от данной машины. Ее можно назвать абсолютным картоном, потому что допустим с учетом приведенки верхний бронелист, считающийся, ну наверное самой прочной деталью, не считая полоски стыка нижнего и верхнего бронелистов, сейчас на секунду постою, вот смотрите, вот этот вот стык, да, который верхний и нижний бронелист, где сходятся, в нем идет 68 брони, а верхний бронелист имеет броню в 50, по-моему, 58, а, простите, значит в полосочке 63, а в верхнем бронелисте с учетом приведенки до 58 мм в прямой проекции. Короче говоря, машина брони не имеет в принципе как таковой, и понятное дело, что будут разносить. Углов склонения тоже, как видите, не хватает. Вот сейчас я если выкачусь наверх, ну будет крайне-крайне грустненько мне пытаться кого-то выцелить. Но и самой-самой существенной проблемой данной машины является время перезарядки. Вот КД, к сожалению, данную машинку действительно очень сильно унижает в бою. Можно в принципе нормально отыгрывать, но периодически приходится хорониться. И на четвертом левеле играя, ребят, будет вам не очень сильно комфортно отыгрывать, по одной простой причине. Потому что другие ребята, как правило, на этом левеле, ну вот то, что я говорил про углы склонения, Смотрите, вот сейчас еще хоть как-то, да, там попытаюсь, но в целом я бы не сказал, что углы склонения комфортные. Так вот, ребят, возвращаясь к КД, на данном левеле, на четвертом машинке откидывают свои снаряды гораздо быстрее, чем вы. Соответственно, вы существенно по КД уступаете практически всем ребятам. Да, у вас неплохая альфа, но полный картон и, ну я бы сказал, не очень хорошая КДшечка. Сейчас еще раз закинемся в одну каточку, потому что данная была не очень показательная. Ну а, как я всегда говорю, я со своих обзоров ровным счетом ничего никогда не вырезаю. Показываю бои такими, какие они есть, такими, какие они получаются. Мне кажется, что это максимально честно. Я бы мог снимать по несколько десятков видео, из них нарезать самые классные веселые моменты и говорить, что вот так машинка будет чувствоваться в ваших руках всегда. Но я за честность обзоров и поэтому такой гадостью не страдаю. А если вы за честные обзоры, подписывайтесь на мой канал по желтому шильдику в правом нижнем углу. Я вам буду безумно благодарен. Ну и обещаю отблагодарить вас исключительно честными и, ну не знаю, наверное, справедливыми обзорами на технику и товары в магазине. Буду показывать все, каким оно есть на самом деле. Кроме того, ребят, если вы за честные обзоры, то, наверное, вы за честные розыгрыши. Я планирую на своем канале проводить такие честные розыгрыши. И вот сейчас вот будет ссылочка на видео, в котором вы можете ознакомиться с условиями розыгрышей. Ну и, возможно, захотите в них поучаствовать. Итак, ребят, бой прошел в принципе никак. Я больше рассказывал о машине. Я не выкатил машину на передок сразу, не поехал в атаку. Я сначала заценивал вместе с вами броню, говорил, о чем речь конкретно веду. Ну а в данной каточке, которую сейчас попробую сделать, безусловно, попытаюсь сделать что-нибудь толковое. Ну, насколько эта машина мне позволит. В целом, честно, А32 не производит на меня какого-то такого великолепного впечатления. Кто-то скажет, это песок, и песок не стоит вообще рассматривать. Я с вами не соглашусь. По одной простой причине, потому что в песке бывает иногда весело и фаново. Главное, чтобы машина вам позволяла кайфовать и действительно получать удовольствие от боев. И А32, к моему глубочайшему сожалению, не относится к тем машинам, которые могут действительно доставлять удовольствие, доставлять фан. Хотя другие фановые машинки на третьих левелах, на четвертых, они встречаются, они прикольные. Есть обзорчики на моем каналчике, можете посмотреть. И, соответственно, поймете, почему я периодически люблю выезжать в песочные бои. Ну что, поехали. Данная карта не совсем подходит для А32. Как я уже говорил, углов склонения нет, а значит, отыгрывать где-нибудь на неровностях будет не сильно удобно. Отыгрывать от башни будет крайне дискомфортно. Но, по крайней мере, что-то попытаемся сделать однозначно. Что действительно, ну не то чтобы завораживает, но радует в этой машинке, так это разовая альфа на четвертом левеле. В целом, в районе 130 единиц. Я бы не сказал, что это круто, но это и неплохо. Отыгрывать периодически действительно получается. Главное, чтобы было в кого отбрасывать. Ну и, соответственно, чтобы, как в данном случае, точность нас не подводила. Разброс не очень удобный, не сильно хорошо позволяет реализовать орудие. Ну и... В целом, машинка для игры вроде бы на передовой, но, честно говоря, с ее низким уровнем бронированности на передовой делать особо нечего. Потому что разносить вас будут только так, а на дальнем расстоянии отыгрывать на данной машинке будет очень-очень сложно. Исходя из не очень точного орудия, я бы сказал, что больше дискомфортно, чем удовольствие от игры. Попытаюсь сейчас отсюда сваливать по одной простой причине, потому что ребята поднаседают потихоньку. Ну и, соответственно, я думаю, что особо ловить мне там нечего, с учетом того, что отбрасывать будут в первую очередь в меня. Ну вот, видите, даже на средних расстояниях, вроде бы нормально прицелившись, я все равно не смог попасть в соперника. Хотя, в целом, на каком-нибудь другом орудии, я думаю, что у меня бы это получилось существенно-существенно веселее. Ну и с гораздо большим толком от такого шота. М5 Стюарт, которого, опять-таки, я, скорее всего, ввиду большого разброса и крайне неприятного времени сведения не смогу выцелить с первого раза. Со второго, да, получилось, но, согласитесь, когда тебе приходится вот так вот отхватывать, пытаясь свестись в кого-то, удовольствия от игры ты получаешь не так уж и много. Ну, попытаюсь отработать по недобитку, по вот этому, если мне сейчас повезет его вынести, будет очень хороший вклад в победу. Ну, а в целом, наверное, вот это и есть судьба А32. Мотаться по карте в ожидании того, чтобы где-то кто-то стал недобитком, ну и, соответственно, его уже добирать. Насколько это хорошая позиция в игре? Ну, тут уже решать вам, нравится ли вам такой геймплей, нравится ли вам находиться где-нибудь на среднем или, возможно, даже дальнем расстоянии, пытаться попасть не очень точным орудием, ну и, соответственно, добирать за кем-то. Но, так или иначе, 4 своих фрага во второй каточке у нас сделать получилось. И здесь возникает закономерный вопрос, а что же нам дадут за это? А дадут нам за это не так уж и много, потому что фармящей машиной назвать его крайне-крайне сложно. 895 единиц урона, да, ну, будем говорить 900 для ровного счета, 4 фрага. И что касается фарма, да, я понимаю, что это 4 уровень, это коллекционка, но всего лишь, с учетом активированного према, 24 800, будем говорить 25 тысяч серебра. Короче говоря, машинка фановая, не фановая, крепкая, не крепкая, точная, не точная. Она просто, по моему скромному мнению, ну вот никакая. Она просто есть, да и есть. И, слава богу, А32 я в свое время не покупал, получил его абсолютно на халяву. Не помню, не помню, ребят, где я его взял, но точно знаю, что я не вложил в него ни копейки денег реальных, ну и золотишко тоже никакого не вкладывал. Покупать ли вам его за 4 бакса? Безусловно, решать вам. Но мое скромное мнение, что эта покупка будет крайне бессмысленной, потому что, честно говоря, за 4 бакса можно купить, ну, по средним подсчетам, 4 тысячи голды, да, при каких-то индивидуальных предложениях и так далее. Так вот, за 4 тысячи голды вы можете купить себе машинку куда интереснее, допустим, даже седьмого левела какой-нибудь премчик себе взять, и он все равно будет лучше, чем А32. Но это мое субъективное мнение. Если вы со мной не согласны или наоборот поддерживаете меня, обязательно пишите об этом в комментариях, потому что ребятам, которые хотят определиться покупать или нет, интересно ваше мнение, и, возможно, на нем они будут основывать, ну, принимаемое ими решение. А на данный момент у меня все это было абсолютно честное и никем не проплаченное обзор на А32, и, точнее, даже не обзор, а просто показать вам, чего стоит данная машинка и как она катается в рандоме абсолютно средними руками, руками среднестатистического танкиста. Всех благ вам, всего хорошего, мира, ну и обязательно спокойствия. Субтитры создавал DimaTorzok